Зимой кораблик. Надо посмотреть на нырекомплект. У меня второй. Да, у меня второй. Чё-то слабенько. Так, гаубица должна появиться сейчас. Вот она. Все бабло в гаубице. Ну и шквалы наполню теперь. Сейчас нам ещё бабло дадут. Так, эмиттер больше не понадобится. Можно продать эмиттер. И наполнить также трём максимум шквалов. Двенадцать. Всё. Ну чё? Какое у тебя тут милое местечко для уставших от жизни. Заходи, путник. Ты сюда ещё непременно вернёшься. Сюда все возвращаются. Я Макград, здешний сеньор и землевладелец. Макград, твоё сердце цунами вошло в легенду. Жил отчаянные времена и напитки должны быть отчаянными. Вокруг нас пещерное солнце, чудовище и рехнувшийся политик. Что ты можешь предложить, чтобы забыть о ней? Так, так. Напиток, от которого мозг застынет и так останется. Дай поразмыслить. Конец света стучится в дверь. Поживее. Вот чистая секреция желёз вампиртефтис инферналис, тихоокеанского кальмара-вампира, живущего у горячих ключей. Если я добавлю сюда пару капель скополамина, твоё сознание свернётся в точку и впадёт в транс, полный замечательных видений. Ну вот. Оазис Макграта ждёт тебя, путник. Ашанты Сана. Благодарение тем, кто позволил мне сражаться вместе с Сияющим. Очень мило с вашей стороны, принцесса. Собственно, почему бы надвоим не провести пару раундов другого боя? Ну и ну, Флинт. Если бы тестостерон впитывал воду, ты мог бы осушить Тихий океан. Наверное, я должен благодарить Господа, что вы не занялись перепалкой прямо сейчас. Вечная моя признательность. Может, вам будет интересно узнать положение дел? У нас дивные новости. Какого чёрта? Что там может быть интересного? Если ты победил в последней битве, повесь себе на шею медаль. У нас новый нежданный союзник. С холодным сердцем политика, непроглядной душой наёмного палача и шкуры чёрной как лёгкие шахтёра. Я имею в виду Бионтов. Та-та-та-та. Куча дерьма. Что? Полюбуйтесь на главный экран. Три дня назад Бионты связались с нами. Мадонный компьютерный голос, никакой модуляции. Они поняли, что грозит Акви со стороны древних и предложили нам помощь. В обмен они хотят перемирия, чтобы им разрешили действовать без помех на предполагаемом поле боя по дня полисам. Это великолепно. Только я ни на грош не доверяю этой мозговой сети. Правительство Неополиса рехнулось не иначе. Мы уже обсудили это с Эльтопо. Он считает, что попытаться стоит. Мы не в той ситуации, чтобы отказываться от союза. Если же это ловушка, то хуже нам уже не будет. Знаешь, что я об этом думаю? Мы собираемся сделать колоссальную ошибку. Не какая-нибудь мелочь. Ну, вроде как пальнул не в того, а просто-таки конец всему. Конец Акви. Флинт, это еще не все новости. Несколько недель назад я по собственной инициативе занялась пещерами на континентальной плите. Анализ данных пролил некий свет на то, что это за монстры и откуда они берутся. И поехали смотреть ролик. Профессор Шарлотта Гилмор потрясающая женщина. На своем кораблике монашка она сама разведала склоны у торнадо и представила нам готовые результаты. Она показала вход в подземные лабиринты, где обитала культура, на протяжении пяти столетий скрещивавшая технологию с кошмаром. Мир краулеров. Легенды зоны торнадо были немногословны. Говорилось, что краулеры обходятся без света, что их тела напичканы биологическими и электронными имплотатами, которые делают из них полулюдей-полуроботов. Они нападали на станции, на путников, на грузовые суда. На их пути всегда оставались руины, но ни единого следа жертв. Так родилась легенда, что краулеры – людоеды. Опасные и кровожадные людоеды из донной грязи. Гилмор проявила больше храбрости, чем все мы вместе взятые. В одиночку она обследовала пещеры и туннели мира краулеров, проникнув глубоко под землю. Она показала нам дорогу в ад, и порой нам казалось, что в гулком их пещер мы слышим стоны жертв перемешку со зловещим бормотанием их палачей. Когда я как следует рассмотрел все это, у меня было лишь одно желание – увидеть краулеров трупами, их мрачную колонию, руинами, их немыслимые тела, корчащимися в кровавой морской воде. Я мечтал заглянуть главному дьяволу, безумному саму Кархонену, в его единственный живой глаз и показать ему обратную сторону души Юферса Флинна. Картины Гилмор становились все мрачнее и тревожнее. Мне хотелось, чтобы это был сон, полный мистики, страха, одиночества и отчаяния, но сон. Никогда я не чувствовал себя таким брошенным, как здесь, глубоко в недрах земной коры, поглощенным вязкой мглой, пленным, слепым, глухим, забытым. Древняя цивилизация, останки которой мы созерцали, никогда не знала подводной жизни. До растопления полярных льдов эти пещеры были сухими, как голая кость. Гилмор утверждала, что ей удалось обнаружить следы цивилизации, правившей на суше 12 тысяч лет тому назад. Шарлотта была уверена, что они отступали все глубже и глубже в недра земные, но не могла объяснить, почему. Они брали энергию из таинственного, неисчерпаемого источника и, похоже, вошли в контакт с могущественной внеземной силой. Атланты, как назвала их Гилмор, поклонялись чудовищным богам, древним, как было написано в старейшей из сохранившихся рукописей. Но на деле эти боги были дьяволами, и поклонение им приучило атлантов к мучениям и страху. Там, внизу, в глубине самого глубокого места планеты, лежал легендарный Батаполис. Гилмор, милая моя сумасшедшая Шарлотта, сказала, что здесь мы найдем вход во внутреннюю землю атлантов. Это внутренняя земля, огромная полая сфера с собственным солнцем, рай волшебных сказок, еще более прекрасный, чем утраченная нами суша. Лично я всегда считал, что внутри земли только расплавленный металл, никелево-железное ядро, которое питает старую добрую динамо-машину, магнитное поле планеты. Деяло. Что делать, если кальмары все больше и круче? Уняться. Допамин опять сильнее тебя. Нам нужен план, стратегия, и я не могу придумать никакого консультанта лучше Гилмора. Ее тактические идеи ста крата попились в бою, а кальмаров она знает лучше всех. К дьяволу и всем его чертям. Она что, будет вводить этих тварей на поводке, чтобы мы, не торопясь, выбивали из них дерьмо? Система обнаружения тут засекла чудище побольше Маракса, который ползет к Неудопополису. Итак, снова в достях в городе сияющих огней круговой поруки? Я не поручусь, что огни просияют еще долго. И почему же? Кто-то забыл заплатить за свет? Они идут. Кальмары идут на Неополис, центр цивилизации Аквы. Их влечет сюда пища, энергия и жажда мести. И не только кальмары собираются провести здесь свой отпуск. Ты слыхал о безумном Сэме? Да. Он и Суль попытаются использовать хаос в своих интересах. Значит. И снова скрестились наши пути, и мы у самой цели, все мы. Мы промчимся над вашими телами, словно дыхание демона, как черные ангели разложения. Ваши жалкие домишки, ублогие дети, хрупкие косточки. Все, теперь наши. Кто знает, быть может твоя мать уже у меня. И теперь у тебя есть братик. Что скажешь? Твоя мать среди нас? Да, да, мы чистая кровь Аквы. Превыше милосердия. Превыше колебаний. Мы, мы, цель бытия. Бла-бла-бла. Ого, не как роман пишешь? Мы покажем всем миру, что такое темное зачатие. Которые мы станем свободными морскими зверьами, с мощным разумом и могучим телом. И Аква никогда больше не будет тюрьмой. Это прибереги для судебного заседания, Кархонен. Хе-хе-хе, не как ты собрался меня судить. Ну что ж, любуйся, как я простираю длань над неоплодисом. Хе-хе-хе. Помимо всего прочего, забавно, правда? Да, пока не забыл, тут мой приятель Суль ждет тебя на площади Согласия. Он рационалист. Он тебя хочет попробовать и кое в чем убедить. Ну, ничего не выйдет. Проклятие. Вы действительно не мой новый ассистент. Чего вы хотите? Да ладно. Браво. Леди, вам понадобилось уйма времени, чтобы наконец осознать этот факт. Ну, женская логика, блин, что ты хотел? И я говорю с вами, потому что информация, которую обладают ученые из машины, как никогда ценится в ситуациях вроде нашей. Какую информацию вы имеете в виду? Вы хотите узнать о кальмарах? Я знаю немного об их гидролокаторах, но это вам наверняка известно и без меня. О гидролокаторах? Рассказывайте, черт возьми. Сейчас каждая крупица информации может спасти то, о чем мы привыкли думать, как о цивилизованном мире. Какой же вы циник. Однако, если вам надо удержать животных от обнаружения чего бы то ни было, включая вас самим, просто отключите орган ответственно за локацию. Такое куполообразное образование на передней части головы. Да, так это ни хрена не реальность. Делать, ну, правда, пока вы еще не видели таких монстров, но увидите скоро. От одного свихнувшегося к другому. Не смей сравнивать меня с безумным Сэмом! Его мозги растеклись много лет назад! О да, конечно. А твои намерения чисты и невинны, как слеза младенца. Если ты станешь голосом разума, мы все вернемся к пещерам. Почему бы мне не прикончить тебя здесь и сейчас? Потому что вокруг хватает моих людей. Их микроволновые ружья нацелены на тебя. И твой мозг уже нагрелся на две десятых градуса от их прицелов. Если шевельнешься, будешь поджарен. Допустим. А что мешает тебе сделать то же самое, если я не шевельнусь? Ты мне нужен, чтобы избавиться от Кархонена. Я набрал из его маньяков отличную команду ученых. И он мне больше ни к чему. Я не брежу дурацкими идеями вечной ночи. Я иду к свету, к поверхности. Нам не хватает лишь эффективных исполнителей. И надо взрастить расу рабов, так? Давай лучше поговорим о тебе самом, Флинт. Ты эффективен. Присоединяйся же, и мы вместе ступим на поверхность. Мы захватим контроль над оставшимися спутниками. А кто владеет небесами, владеет миром. Ты окончательно рехнулся, Су. Твой корабль против моего. Это все. Вот и поговорили. Безумный Сэм атакует главную термоядерную станцию со своими краулерами и Турсом. Если они захватят ее, мы останемся без энергии. Ладно, хватит глупостей. Пора вернуть этих красавцев в ад. Только не надейся на одни стволы, Флинт. Будь у меня их. И во имя Всевышнего. Будь осторожен. Если упроешься, ищи меня в глубинном один. У нас там тоже проблемы. Да, найди время побеседовать с этой девчонкой Лайзой. Она на площади Согласия. Окей. Свет, Лайза. Вообрази себя. Полковник Форелли считает тебя милой девчонкой. Это он меня с утра пораньше не видел. Честно говоря, я малость встревожен. По поводу безумного Сэма и Суля? Да. И еще кальмары. Шарли прочла мне краткую лекцию. Десять тысяч лет назад этих кальмаров почитали как богов. И боялись как дьяволов. Как тебя, Флинт, да? Три ха-ха. Лайза, я не шутил насчет обеда. Я с радостью узнал бы тебя получше. И первое, что тебе предстоит узнать, что я ношу с собой пушку. На всякий случай. И вообще, что скажет мамочка? Дегранш? Ну да. Она любит тебя, как родную дочь. Именно. Она никогда не подпустит старую баранадину от тебя ко мне и на беру. Но это не значит, что мы не сможем от нее искать дни. Надо найти случай. Лайза, я рад, что ты рядом. Окей. По-моему, вот эта эмиссия и вылетит сейчас. Так что... Тут осталось две эмиссии всего. Вылетит по-любому. Так, а сегодня какой? А, 25 даже. Так, ну чё. В общем, поехали. У нас же всё есть. Торпеды. У нас, в общем, всё полностью закружено. Можем глушитель ещё поставить. Два ускорителя. Не имеет смысла, да? Всё. Да, пришло время больших и мощных торпедочек. Поэтому я и забил имитрюм. С энергостанцией сообщают о флуктациях в термоядерном реакторе. Гравитационная камера перегружена. Вот-вот будет коллапс. Филин, ты должен отогнать краулеров от станции. Её нельзя отдать в их руки. И особо следи за Турсом. Энергостанция с энергостанцией с энергостанцией с энергостанцией Энергостанцией рассылает СОС. Два из четырёх центров управления гравитацией уже захватывали. Хм, не вылетело. Ну ладно. Изумный Сэм испортил центр управления гравитацией. Флинт, если отведёшь его корабли, я по-моему выточен буду, что убил. Так, в общем, надо привлечь-ка внимание корабликов на себя. Так, ребятки. от этой штуки надо избавиться. так, вот он, этот самый забыл бы снять. Ничего себе, больно. Конкретно так свалим. Ой, блин. Надо поосторожней следить за мелочью. А, Квайзер, всё. Так, а я пока передышку небольшую возьму. Так, а я пока перебивал я их, ну нифига. да, но в него хрен попадёшь. А ещё его дурацкий хвост. Ай. Всё, 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 сдаюсь. Прекращай. Чёрт. Хреново наши, хреново наши дела. Зато гаубин сюда никуда стреляет. Так, ну всё, покоцали мы его. Бегай, 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 тварь. Удалось перехватить новость от безумного Сэна. Он подгоняет свою сволуху. Они должны будут вот начать операцию Дарк. Похоже, речь об атаке на энергостанцию. Дарк. Оригинальный... Кархоненом займусь я, а ты занимайся тварью. Ну, я бы занялся Кархоненом. Зачем мне тварью заниматься? Чёрт. Мне так всыпали по первое число. Эй, я же его покоцал неплохо так. Так, будем издалека его обстреливать. Так, что-то ему уничтожил я. Бородавку, возможно. Вот этот купол сверху нереально уничтожается. Сколько врана? Офига? Нет. Слишком мало. Будем стрелять основным... основным... выстрелом. Пошёл ты. Чёрт. За мной идёт призрак, суда. Я здесь с ним отказываюсь. Не включаюсь. Нет. Спасательная капсула не работает. Младший лейтенант Лайза Бонхан. Не собираетесь ли вы нас покинуть? О, ничего личного. Не умиряю. Молодцы. 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 Уфлинт. Молодцы. 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 Уже не выйдет. По крайней мере, у мамочки больше не будет поводов для волнений. О, Флинт. Кажется, я нарушил твои планы. Мне так жаль, господин Юферс. Ну ты хуй, волосоль. Ах ты отрыжка, акула-мутанта. Я твои киски растяну по всему Бискаю. Проклятье Флинтон нам нужен. Даже если Харпер не желает это слышать, я приказала ему держаться подальше. Это наша работа. Отправить Суля в ад. Раз и навсегда. Окей. Самое время уничтожить призрак. Все, готовься, Саня. Я тебя расстреляю. Ну что, соснул? Все, готовьтесь. все, пока. Просто расстрелял себя. Изи. Расстреляли в целом. Окей, что там у нас? Давайте печальную музыку врубайте, что ли. Эй! Наконец-то. Я сожалею по поводу Лайзе, но бомба сейчас все-таки важнее. Забудь Кархонана, иначе вспоминать прошлое станет некому. Драли. Эй, идиоты, вы пролетели прямо над бомбой. Вот так, вот это техно-бомбардировщик. Ты же сказал, Гоби нам один тебя искать. Да, жалко малышку Бонхан, конечно. Все, я взросливо расстрелял. Зато я закидал его торпедками. И даже пикнуть не дал. Наконец-то от этого гада избавились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok